Нам любые дороги дороги. Такой вывод по итогам работы сделала выездная комиссия по состоянию дорожного полотна. В ее состав вошли сотрудники отдела ЖКХ транспорта, энергетики и связи, городской администрации, дирекции муниципального заказа, подрядных организаций и госавтоинспекции. Сегодня делегация прокатилась по самым плачевным участкам. Вместе с ними в дорожный рейд отправился и Кирилл Мигель. Третий проезд промзоны. О том, что полотно здесь уже давно пора реанимировать и в срочном порядке, говорить, кажется, не прекращают ни на минуту. И водители, и чиновники. Вот только от этих разговоров, как в принципе и от конкретных действий, проку мало. Закрыть проезд совсем невозможно. Это связующее звено всей промзоны. Поток большегрузов здесь отдаленно напоминает трассы федерального значения. И в этом кроется суть проблемы. Для тяжеленных фур асфальт, что подтаявшее масло. Отсел и месяц, и дорогу можно ремонтировать вновь. Что со всем этим делать, вот уже в который раз решал целый консилиум. Депутаты, сторонники движения «Народный контроль», ДМЗ, подрядчики и руководство отдела транспорта при администрации. Ситуация тупиковая. На капремонт денег нет. Ямочный лишь на время снимет проблему. Но решение принято. Пока латать дыры в перспективе полная реконструкция третьего проезда. В городе же ситуация лучше. Нет, асфальт, конечно, не идеальный, но он есть. И работы по приведению его в порядок уже начались. Списки составлены, люди и техника работают. Купили для пробы, но она не дешевая, она потому что американская. Вот эта вот штука стоит 450 тысяч. Инфракрасная плита – новинка в арсенале дорожников. С ее помощью этим летом они планируют залатать как минимум 2000 метров ям и колдобин. Ложится асфальт старый. С прошлого года мы заготовили асфальт именно для инфракрасной плиты, для ямочного ремонта. Он нагревается до нужной температуры, то есть до 200 градусов. Потом, когда он нагревается, он разравнивается, уплотняется виброплитой. Потом, в принципе, переходим на другую яму выбоинную и продолжаем ямочный ремонт таким способом. Подрядчику была дана команда заасфальтировать именно те выбоины, которые влияют на безопасность дорожного движения. То есть, у которых глубина достигает более 4 сантиметров. Многочисленные у нас повреждения дорожного полотна. То есть, они могут привести, конечно, к аварийным ситуациям. То есть, водители транспортных средств при объезде могут выехать на встречную полосу дорожного движения, там, создать угрозу ДТП, ну и само ДТП, в принципе. Впрочем, 2000 метров – это не предел, заявляют в администрации. Свыше 3,5 миллионов зарезервированы для ремонта еще полутора тысяч. Это деньги, сэкономленные по статье благоустройство. Вот и получается, словно в песне из бременских музыкантов. Нам любые дороги дороги. В самом буквальном смысле. Кирилл Мигель, Анатолий Пресич. Новости нашего города. Состояние ноябрьских дорог стало предметом обсуждения и на заседании постоянных депутатских комиссий. Здесь глава администрации предложила внести изменения в реестр потребностей в дополнительных бюджетных ассигнованиях. А именно деньги, которые ранее, еще раз подчеркну, в качестве дополнительного финансирования были предусмотрены на благоустройство городского парка, установку скульптуры мать и дитя, а также на социальные выплаты многодетным семьям, сейчас пустить на ремонт дорог. Это 30 миллионов рублей, которые могут стать спасательным кругом для ноябрьска в том случае, если округ не выделит обещанные 20 миллионов на дорожные ремонты. А предпосылки к этому есть. Кроме того, на приведение дорожного полотна в порядок планируется направить и те средства, что будут получены от приватизации муниципального имущества. По оценке счетной палаты, эта сумма может составить 33 миллиона рублей. А вот по предположению НГДИ может вообще ничего не быть. Объекты, за которые муниципалитет надеется выручить деньги, уже третий год как выставлены на торги, но так и не проданы. Кроме того, на заседании речь зашла и о работе над ошибками, то есть об организации, которые в прошлом и позапрошлом году некачественно положили асфальт и теперь должны переделать свою работу. По словам Жанны Белоцкой, серьезные подрядчики из других регионов не хотят участвовать в наших тендерах по ремонту дорог. Не те средства и не те объемы. А потому выигрывают подряды местные организации. Кто у нас дорожно-строительное управление? Это жители нашего города. Кто у нас дорожники, рабочие персоналы? Это такие же жители нашего города. Безусловно, ответственное отношение к своим функциональным обязанностям, оно исключит все недостатки, которые предъявляют жителей.